по зеркалам смотреть пластик посвежит в начале поста Мене-мене, ты келу проси на весах. Снега загорел. Ниже, ниже нужно. Я молодец. Александра Михайловна, пониже лейка, на границе. Снега загорел. У кого есть дети? Ну ты же здесь-то можешь, кто ходил, молодец. Я же не говорю, что по улице ходил такой. А ты как че, ёбка? Так шею передвижь. Здесь, а пускай здесь. Как делать? Как делать? Ёбка двигает туда, да, вверх и вниз. Может сказал, не скажу. Так, подлиннее ёбка. Там, раздвиньтесь, туда маленько. Нет, не длинная. Вон туда божите. Я же здам. Да, я же здам. А вот здесь, а туда. Да, засха. Она ещё не хочет сказать. Я же не хочу сказать. Я же не хочу сказать, я здесь я. Я же не хочу сказать, я и 이거 ща. Там место свободно, а вот здесь забили. Продвитесь туда. Чтобы быстрее сразу везти. Ну, ближе к выходу, да? Мыльцам уже смазались. Пятки подмазали. Давайте шкурдем. Двух труда. Пониже, юбочка, пониже. Вот молодец. Вот не оговаривается. Николай, ну, я больше не знаю. Я говорю, докладываюсь, я смотрю, там сядет, а она короче становится. На это надо еще скидку делать. А это длиннее надо делать. Со шлейфом. Да. Мы же не обувь сюда пришли погадать. Ну, да. Помолимся, наверное, поговорим. Царю небесный, утешителю души истинный. Ты же везде сын, и вся исполняй сокровища глави. И в жизни подателю прииди все лица дны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш небесный, молим тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя. Прибудь с нами, дамы мы пребывали всегда в истине, и следовали строго по окравленным твоим стопам. Господи, сподоби нас, остаток Четыридесятницы святой пройти достойно, чтобы достойно встретить светлый праздник воскресения твоего Христова. Тебя слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, приистине, во веки веков. Аминь. Пока болячки нет, хочу от себя сказать славу и благодарность всем, кто молился. А мне была конференция на прошлой неделе, конференция общебольничная, где примерно столько людей, даже больше. Я тут должен был доказывать то, что я был прав или неправ. Ну, большая часть были на моей стороне, хотя были противящиеся, по моему заключению. Смысл в том, что был поставлен диагноз при жизни больной, неправильный, потому было предпринято очень много усилий. Вся больница работала очень сильно, там очень много усилий было, в том числе дважды была оперирована, а в принципе, может быть, и не надо было даже оперировать. Ну, а я, когда делал заключение окончательное, то мне просто не хватило времени для того, чтобы подтвердить ту мысль, которая была с того начала, когда я стал изучать историю болезни и заниматься материалом, который был в исходе исследования. А потом, когда уже готовился к конференции, я пришел к поводу к тому, что все усилия были направлены не в ту сторону. Ну, а эндокринологи наши, которые выступали на конференции, они были против моего мнения, хотя большая часть были согласны со мной. Спасибо, Христос, что вы молились и что поддержали меня в этой конференции. Ну, и прошу вас впредь тоже не оставлять молиться о мне, потому что сложные у меня специальности. И мне бывает порою при таком потоке, при таком объеме работы, просто не хватает времени, чтобы правильно сориентироваться, чтобы избавил Господь от ошибок, которые могут вести за собой серьезные последствия, в том числе и смерть. Спасти Христос. А женщина-то погибла, да? Да. Так, кто еще не исповедовал, следующий исповедь будет у нас первого числа и восьмого. Два воскресенья. Где суббота, среда. Суббота. Хочу сказать о том, что родители, будьте более внимательны, чем занимаются дети. Сегодня говорят, что доброе дело интернет, компьютер, доброе дело. Господь все сотворил на доброе дело, но как мы его повернем доброе это дело? Понимаете, что? Сегодня это уже не секрет никакой, это повсюду говорят, что через то, что много в компьютере сидят, игры разные играют, то люди просто ненормальные становятся. Бесноватые. Смотрит, человек лезет через забор, лезет, забегает, по храму бегает. Чего ты бегает? Да я, говорит, его догоняю, догоняю его. Кого ты загоняешь? Какие там эти, как они, бегемоты или как называют? Пахимоты. Пахимоты. И вот он за ним бежит, бегает через забор высокий, он карабкается на забор, лезет через, он, говорит, вот через забор прилез, он за ним лезет. Он ничего уже не соображает, уже не свое, он уже Вадимый духом, тем духом Вадимый. Вот. Да и у нас из наших близких, знакомых-то есть такое, что играли два друга, это внуки, Валентины Павловны, внук, с другом играли. Играли, играли, да играли, тот один со сказки хватает утюг и этому по голове утюгом раз и все. И он на всю жизнь теперь дурак, стал все, ненормальный человек. Ну а тот там что-то, сколько там, посадили его или нет, сколько там сидел? Сидел в тюрьме три года. Вот, три года, вот и все. А этот на всю жизнь теперь остался калека. Чего, играли в компьютер, игры играли. А когда человек играет, он уже реальной жизни не понимает. Вот в лагере ребятишки говорят, что он не понимает, он раскачал качели туда, летит, и он стоит и смотрит, он там-то всегда побеждает, а здесь она на его летит, он все, пока ему в лоб, когда ударил, он уже упал, то, о, а почему она его ударила? Вот, понимаешь, он даже не понимает, у него нет, самосохранения нет этого. Ну, у нас он в деревне, спрашиваю я Степа, Устинов, я его спрашиваю, Степа, а ты кем хочешь быть, когда вырастешь? Он так подумал, батюшка, даже не знаю, говорит, еще, везде до того все опасно так, даже не знаю, чем быть. Какое самосохранение у него. Везде опасно так, хоть где не бросить, везде опасно. А этот, который на компьютере играет, он этой опасности не видит нигде. Ему нет нигде. Пока ему в лоб эта тарзанка не прилетит, не ударит, тогда он может что-то поймет. Так не надо ждать, когда будут тарзанки по лбам-то и ребятишкам лупить. Ну, немножко контролируйте их. Не то, что, а, он не мешает, пускай вроде там играет, только не мешает. Но это же вырастет, он уже будет не ваш, абсолютно не ваш, это будет чужой сын. Его другой усыновит дух, уже не ваш. Поэтому обратите на это внимание. И я просто запретить, я уже не могу запретить, но настоятельно советую. Во время поста выключите все телевизоры и все. Лишний раз. Сядьте, почитайте или дайте задание. Должны за пост, это по уставу, прочитываться все четыре Евангелия. И в храмах, где это строго соблюдается, уже начинают читать Евангелие эти. По сколько глав там? По две, по три главы там в день. Но все Евангелия должны быть прочитаны. Вот здесь. И псалтырь. Ну, псалтырь не говорим. Псалтырь, богослужение, девять кофизм за сутки. Вот сколько богослужений, то считается девять, где точно идет совсем по уставу, то девять кофизм в день прочитывается. То есть за два дня с небольшим весь псалтырь. Ну, займите, пусть дети, ученики читают, там один главу прочитал, вторую главу. Отплетите их до конца поста. Все телевизоры, все, вы придете, выделите все это, чтобы не было. Ну, что же мне? Если мне строго брать, мне просто и литургию служить не надо, и некого и причащать. Понимаете как? Ну, нельзя так. Надо немножко. Вера, да вера. Ну, слышали вы как о вере? Какую я читал беседу? Беседы эти составлены. Меня спрашивали, кто это? По творению Анна Затауста, Василия Великого, Ефрема Сирина. Вот, и других святых отцов. Феофана Затворника, там, Феофилакта Болгарского. То есть, все это собрано. То есть, веры не бывает так, что я христианин, а этому успокаивается. Нас не по званию будет судить Христос. А какую мы имели веру? Какая вера была? Деятельная вера была. Подтверждаема делами. Дела были сделаны по вере или нет? То есть, смотрите, когда Господь спрашивает, я был наг, и вы одели меня. Был голоден, вы накормили меня. Жаждал, вы напоили меня. Был странником, вы приняли меня. Был болен, и в темнице вы посетили меня. А они отвечают, а когда мы тебя, Господи, принимали? То есть, эти люди, они жили. И они делали это, верили и делали это. Это было для них делать, как все равно, что воздухом дышать. Вот это истинная вера. А других спрашивают, говорят, а где, когда мы тебя видели? Маленькая притча, вот, душа, журнал. Я вчера прочитал, говорит, человек молится, Господи, ну, чтобы меня тебя услышать. Пошли мне голос свой, хочу тебя слышать. Вот, с древними пророками ты разговаривал. Ну, гроза, гром, молния там сверкнула, все. Вот дальше. Господи, ну, чтобы меня тебя увидеть бы хоть. Глазы, говорит, на небе ярко засияли там все. Но он не смотрит, он дальше. Господи, ну, чтобы ты посетил меня. И опять молчание. Только человек, говорит, с плеча бабочку встряхнул и пошел дальше. То есть Бога-то мы увидеть можем везде. Глянь на звездное небо. Господи, как ты чудно все сотворил. Ну, а у нас так снег пошел. Молитесь, чтобы мне снег перестал, а то мне до туалета не дойти. Скорее. Да опять такая погода. Да когда же это кончится оно? Да, начинается. Да плохой погоды-то не бывает. Плохая погода бывает у нас в душе. А у Бога нет плохой погоды. Вот так вот. Так, ко мне какие вопросы будут? Так, в среду вечером канон будет, да? Да, в среду вечером считается полностью покаянный канон. Как вы здесь, если договоритесь, значит здесь собираетесь. Кто не может, где-то близко, где может. В храм где сходит. Какой храм, да. В среду так будет. Вот так вот. Еще какие ко мне вопросы? Я Мария Яковлевна еду в Нагаево. В Нагаево. Поклон призываю. Да. Всем передаю вам привет, поклон. Мне на неделе звонила Наташа Приходько. Мы с ней долго поговорили, где-то полчаса почти разговаривали. По-английски? Да нет. Нам бы по-русски хорошо объяснить. Все. Вот, всем поклон, говорит, передавайте все равно. Спасибо Христос. Как раз звонила, мы были на траншеи, там где копал снег. Вот я там. А потом на второй день еще раз звонила, два раза подняла. Ну, нужно было там церковное какие вопросы разрешить. Ну, так, вроде, голос веселый. Я ее так спросил, говорю, не обижает тебя Валера? Да нет, нет, все хорошо, не обижает. Ну, ладно. Слава Богу. Ребятишки. Один уже в школу пошел, а второй в подготовительную идет. Ну, а третий еще дома. Матроя, Иоанн, Назарий, Захарий и Пантелеимон. Вот так вот. Ну, вот так вот. Ну, что, все, ничего у меня отпускаете? Никаких нет вопросов? Благословляем, да? Благословляем. Толкование на Святой Евангелие, сегодняшнее прочитанное. Да, Сергий. Евангелие от Марка, 9 глава, 17 стиха. Твои отца и сына и святого духа. Аминь. Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, искрежещит зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Толкование. Иисус, пришедший к тем девяти ученикам, которые не восходили с ним на гору, нашел их в состязании с фарисеями. Ибо в отсутствие Иисуса фарисеи, приступив к ученикам его, покушались привлечь их на свою сторону. Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. «Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал, «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тот час отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи из него». И воскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый. Так что многие говорили, что он умер. «Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал». Толкование. Итак, человек, тот пришедший к Иисусу, винил учеников, что они не могли исцелить сына его. Но Христос обращает обвинение на него самого и говорит, как бы так, «Ты не имеешь веры, и потому ты сам виновен в том, что не исцелился сын твой». Впрочем, слова Иисуса относятся не к одному только этому человеку, а говорит это он вообще о всех иудеях, укоряя их за неверие. Притом, он запретил духу, увидев собиравшихся к нему народ, опять потому, что не хотел исцелять перед множеством народа для показания своей силы и для своей славы. Но он попустил бесу разбить отрока, дабы все поняли бесовское искушение и то, что бес мог бы умерщвлять человека, если б не ограждала их рука Божья. Говоря в переносном смысле, бес повергает людей в огонь гнева и похоти и в бурные волны житейских дел. Этот бес нем и глух. Глух, как не хотящий слышать словес божественных, нем, как немогущий, и других научить чему-либо душеполезному. Но когда Иисус, то есть евангельское слово, возьмет человека за руку, то есть управит его деятельные силы, тогда он освобождается от беса. Бог готов помогать нам, но мы сами отрешаемся делать добрые дела. Марка 9 глава, 28-29 стихи. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Толкование. Ученики боялись, не лишились ли они благодати, данной им от Бога, и не потому ли не могли изгнать бесов. Заметь и благоговение их в том, что приступают они к Иисусу наедине. Сей род. Какой? Род бесновавшихся в каждом новомесяче или вообще весь род бесов, который не изгоняется иначе, как молитвы и постом. Должно поститься и тому, кто страждет от них, и тому, кто хочет исцелить, и тому, и другому это нужно. Особенно же требуется это от самого страждущего. Да и не поститься только надобно, но и молиться. И не молиться только, но и поститься. Ибо так истинная молитва совершается, когда соединяется с постом, когда молящийся не обременен пищею, молится легко и без затруднения. Марка 9, 31. Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Толкование. Везде слово о своем страдании соединял Иисус с чудотворениями, дабы не подумали, что Он страдал по немощи. За скорбями всегда последует радость, и поэтому, дабы не истоевали духом напрасно в скорбях, но надеялись получить что-либо и радостное. Игорь, когда был в больнице, там еще и простыл, поэтому теперь кашляет сильная, может быть даже вирусная, вирусно-бактериальная инфекция. Себастьян пошел, отталил. Так, ну у нас... Это бутов. В марте было много именинников, всех мы перечислили, всем воспели. Многое лето. У людей только от 20-го. 23-го, ну... На этой неделе было. 20-го, что дальше? Да, и у Тани 20-го. У Дмуха. У Тани Дмуха? Да. И у Людмилы Степановны. Ну, значит... Двои. У Ники 20-го. Как у кого? Ника. У Ника. Еще о болячих всех вспомнили? Все присмотрены? Валентина давно нет, где она ничего не звонила? Я с ней вчера разговаривала, она хотела приехать, а потом у нее там такое огорчение произошло. У нее сосед, который вот всегда, она помните, говорила, чтобы сливал, ну, делал дорожки, когда течет вода, тает снег, когда. Делал дорожки, и чтобы у нее все к ней, все к ней. И вот позавчера, ну, дня два или три назад произошло такое. Он пришел с рыбалки, с рыбалки. Ну, жена к ней пришла и с ней стала разговаривать. И она говорит, пришел. Я говорю, пойдем, иди, пойдем. Скотине нужно управиться, помоги мне. Он говорит, что-то я не могу. Такой он говорит, пришел, такой, я не могу, иди ты сама. Ну, она ушла. Пока сделала, там, через час, когда я прихожу, он уже мертвый лежит. Короче, вот этот, который это такое огорчение причинял, он как бы мгновенная смерть у него произошла. Но он много лет уже такое делал, постоянно там, видит, что она одинокая, заступиться некому. И он, в основном, он повыше чуть, и к ней все это стекает. У нее всегда и колодец был полностью затопленный. Короче, короче, поперучи. Короче говоря, вот это вот огорчение привело к тому, что она не пришла. Дело все в том, что когда были похороны у него, она наискосок через дорогу. И там произошла такая ситуация. Все приехали, машина стоит. А там можно было машине одной еще проехать. И та машина стала проезжать, и как раз ударилась в ту машину сына его. Ну, как бы юзом стала скатываться, и он непроизвольно там, потому что... И она-то это все видела. И вызвали, все это, давай, фотографируют это молодежь, вызвали полицию. Полиция приехала вроде на их стороне. Она, конечно, вышла и давай доказывать, что виновен вот эта, та машина, которая стояла, все машины загородили, а ему проехать нужно было. А он не то, что просто проезжал, он работает там, возил продукты в магазин. Ну и, в общем, она заступление такое делала за него. Там долго, с полицией все, такая разгорячилась, и мне звонит. И я говорю, что Валя? Она говорит, помолись. Вот такая ситуация произошла, что правильно я поступила? Я говорю, ну ты правильно поступила, что ты видела все и вышла? Ну, говорю, надо было просто молиться тебе. Ну, в общем, из-за этого она там очень гневалась, очень разошлась такая, и она из-за этого только не приехала. Вот такое получилось у нее. Причина никакая. Никакая. Это причина дьявол удержал, конечно. И тут ситуация такая очень. Помолитесь за нее, пожалуйста, до духовного ее состояния. Очень даже ей тяжело одно, и как бы она вот... Ну, постоянно мне звонит, ну, я вот с ней так разговариваю. Я не понимаю, когда люди говорят, я один, я одна. Верующий человек, как может быть один вообще? Да не может быть такого. Ты всегда помни о том, что я все могу, укрепляющий меня Иисусе Господе. Так она-то все может. Она все может. Просто сражаться не может кое с кем. Тот, который в тебе, сильнее того, который вне тебя. Так вы понимаете. И тут, потому что там действительно... Так что, никогда не говорите, я вот один, я вот такой, я не могу ничего, не могу. Что значит не могу? Я все могу, говорит апостол Павел. Я все могу, укрепляющий меня Иисусе. Не сам в себе, а укрепляющий меня Иисусе. Еще какие сведения, просьбы, пожелания? Чтобы никого не затопило? Ну вот, хорошая просьба, чтобы потерявка наша там не уплыла. Снега-то нынче очень много. Хотя уже, наверное, половина-то и растаяла, потому что он подтает, вымерзнет подтает, вымерзнет за ночь. Так что, ну, Бога всего много. У нас будет новая перекомиссия, медико-социальная экспертиза 30 марта, где-то с 9 часов. Доктора зовут Ольга, она нам приедет второй раз. Поэтому попрошу помолиться, да будет во все воле Божье. По поводу подвузников, наша основная тема, потому как мы об этом в тот раз говорили. Не осуждайте, не покупала я и полтора года, но есть возможность, люди машины получают, другие средства ухода получают, а это средство необходимо нам на каждый день. Поэтому, если у кого есть расположение, помолитесь, 30 марта, день Алексея Божия и проповедника, которого включили в список, в Ирландии проповедал, что мы тоже сказали, а Боги тоже этому доктору, чтобы не только то, что необходимо, нам прислали кота в митке, а действительно достойность еще была. Понятно, не повторяйтесь. Простите. Еще хочу заметить, сегодня батюшка выходит с чаши и говорит, со страхом Божией верою приступите. Не у всех я видел страх Божий, я видел детей. Кто-то с улыбкой идет, стоит, руки сложил, а улыбка на лице. Какой страх? Родители, не буду говорить, но потом, может быть, кто спросит. Готовьте детей. Еще пожелания, просьбы, благодарения Господу. Игнат Тихонович, Сергей еще. Сергей, да. Я хотел еще попросить помолиться о сыне моем, Константине. Ну, как известно, Слово Божье живо и действенно, и вот сегодня читались это места об изгнании бесов. Я это пережил на своей, то есть, в своей жизни. Так случилось, что сыну моему поставили диагноз шизофрения, что переводится раздвоение личности или, по-нашему, сказать, беснование. Я не видел все вот это вот, ну, кто может быть в интернете посмотрит, это называется еще экзорцизм, изгнание бесов. Человек окорежит, он испускает пену, скрежещет зубами, орет там, хрюкает там, матерится там. Вещи страшные. Я сына не видел, но видела моя мама его и видела жена. Она говорит, это очень страшная картина и потрясение. То есть, мама посидела моя. Я-то сына не видел, но вера, о которой вот и батюшка сегодня говорил, и в котором мне в Евангелии говорится, вера в то, что бесы сгоняются молитвой и постом, вот во мне была вот на 200%. И вот, может быть, благодаря этой вере и эти бесы вышли. Я три дня не пил, не ел и молился со слезами, и Господь помиловал. И когда я в больницу, то пришел к нему и спрашиваю его, а когда это случилось? А он говорит, а когда ты вот молиться начал, тогда мне стало легче. А когда ты узнал, что я начал молиться? Он говорит, а мне бабушка сказала. Поэтому я прошу молитв, чтобы он не оказался в числе тех девяти неблагодарных, исцеленных Христом от проказа, он все-таки покаялся, обратился, пришел бы к Господу, чтобы это вот его потрясение как-то побудилось. Все высказались? Все просьбы, пожелания и благодарения, Виктор Техничевич, Вам слово. У меня 14 пунктов. Не просто разделить, кажется, бы всем хватило. Притом это, пункты эти, я все получаю здесь, прямо на молитве. Вот еще нужно сказать. Притом конкретно кого-то буду называть. А он будет обижаться. Ну, значит, это его уже забота. Мне нравится одно выражение, человек один сказал, он неуважаемый, но сказал так, я отвечаю за свои слова, а не за то, как Вы их поняли. Ответ очень простой. Вот батюшка сказал, телевизор не смотрели, я всегда был против телевизора. Но в интернете я оттуда не могу идти, потому что не два, не три человека, а только посещаемость 5 миллионов 700 тысяч. Только подписанные на наш канал более 6 тысяч. Я должен отвечать с утра, вот я встаю раньше, ночью встаю, и днем, и все время приходится отвечать. Новые, новые люди приходят. Володя только успевает нынче двоим, так опять отсылать новый завет к истинному православию. По полному комплекту. Запросила Италия, в Испанию дошло. Вот эти, до одной все книги. Люди еще спрашивают, а почему еще три книги у меня написаны, а потом еще четыре, то есть 7 томов у меня в интернетной версии. Эти книги 752 страницы, а те по 800. Значит, люди находят нас, и мы должны ответить. Ответ это молитва. Вот он сейчас сказал, а его сыне Косте, я его видел, нуждается в помощи. А какая помощь? Я однажды вычитал у Льва Толстого. Дьявол говорит, жилище ищу. Он тоже ищет. А какая нужна в тебе хижина? Он говорит, примерно 7-пудовую купчиху. 7-пудовую на 16 килограмм умножай. Так у нас-то многие весят больше того. Я сейчас просто спрошу, быстро отвечать, Льва Николаевна, чем было вызвано, чтобы вы принесли весы сюда? Половина поста прошло. Измерим, может, все-таки уменьшится. Это Бог делает. Когда образовалась наша община, я никогда не думал, что у нас будут люди с излишним весом. Это сильно трогает. Потому что за этим очень многое стоит. Где сон, там и лень, там и лишний вес. У человека говорит, да у меня вот это диабет. Диабет по-гречески 2. Это двойной обет. Вот человек лишний вес имеет. Запишите, как бороться. Первое, самое прозаическое обжорство. Лишние калории. Да это у меня организм, отложение. Знаете, когда лечит человека, предварительно опыты ведут лекарства на мышах, на крысах, на других. И когда там уже видят, что нормально, можно на человеку. А теперь можно обратно. Если в человеке лишний вес, а он ничего не ест, а только у него диабет, всем колхозным свиньям, коровам привили бы эту болезнь. Чтобы не кормить, они пухли, у нас бы рынки лопались. Не получится. У коровы, говорит, молоко где? На языке. Так и здесь. Не обманывать себя. Вот на столе, да, вот сидя там наш стол, снаружи, на коллагале. Эти весы. В ту комнату зайдите, кто нуждается. Разуйтесь обязательно или газетку подстелите. Но надо, чтобы лишний вес был брошен, не кольчуги на вас надеты. И посмотри, какой вес. Ну, это ты можешь сделать не всегда. Весы первый раз принесли. Половина поста прошла, понимаете? Про потеряевку говорят. А у них так, говорят, взвешивает людей. Половина поста пройдет. И специальный подвал, бункер бетонный. Если лишний вес, туда его на веревку спускают. Не дают пить и есть, потом его оттуда вытаскивают. На весы повесили, опять вниз, пока не войдет в норму. Знаете, придет время, люди будут завидовать этому, что такая потеряевка была и такие бункеры. Вы, правда, не нашли такого бункера нигде. Главная пропасть – это рот. Первое – обжорство. Вот кто хочет лишний вес сбросить, а это даже все хотеть, потому что это ранная смерть. Долгожителем толстые люди не живут. И мы каждую клетку, сердце должно накачивать кровь туда. Сердце у него расширенное. Это, как правило, вены на ногах, это больной желудок и все остальное. Второе – а первое – это обжорство. Второе – лень матушка. Вот у меня очень знакомый человек, протеири, отец Геннадий Фаст. И он говорит, исповедуются люди во всем виноваты. Ну что, аборты делала, с работы таскала, это абсолютно повсеместно. Но когда скажешь, что «как же ты не смотрела, надо работать». Я батюшка как пчелка. Она как пчелка. Моя мама что делала, у нее 10 детей, больная ее мать лежит, муж инвалид без руки, 12 коров подаит трижды вручную, 12 в колхозе. Кроме того, ночью крутить клеветону, вот это вот, упадет на пшеницу, не больше полтора часа. И опять утром, в 4 часа она бежит опять туда. И семья какая, огород полгектара, 25 колодок пчел, и сама косит, а отец-то не может косить. Прикиньте, это надо нашу общину туда посылать. И сейчас я выставил ролики, ролики, три ролика, где прислали мне, где снимал старший мой брат. И теперь я там все раскопаю, и живые мои родители там. И мама только видно, скирает домой, где крутит сепаратор. На другом ее старший сын не мог и застать. Вот образец. Значит, если твой рост метр семьдесят, ты отнимай 105. Остается 65. Это верхняя шкала, ниже может быть, но не больше. Ну, каждый свой рост, знаешь, 105 отнимай от сантиметров, и килограммы получится. Просьба, не сочтите это вам в обиду, в обиду. Вот на столе, туда возьмите, там замечание с медицинской точки зрения про диабет. Диабет бывает двух типов. Первый, второго типа. Первый тип генетически обусловленный, то есть генетическая поломка, поломка хромосомного аппарата человека. Второй тип это приобретенный. Второй тип. И чаще всего все больше склоняются людей, занимающихся диабетом, к той мысли о том, что это вызвано тем, что человек чрезмерно нагружает инсулярный аппарат поджелудочной железы. То есть те клетки, которые вырабатывают инсулин, которые обеспечивают углеводный обмен в организме. Таким образом, рано или поздно происходит сбой этого аппарата, недостаточность его и вызывается диабет. Диабет опасен тем, что это отслойка сетчатки, это потеря зрения, это хрусталь мутный, нейропатия, это, наконец, ангиопатия, то есть сосуды всего организма работают плохо. Прежде всего, это сосуды нижней конечности. На этом фоне атеросклеротические изменения. Это отрезали потихоньку один палец, второй палец, полстопы, стопу, голень и так далее. Так что сами себе роем могилу чем? Ртом, своими зубами. Вы сказали, чрезмерно нагружает вот этот аппарат, который вырабатывает инсулин. А чем он его чрезмерно? Нагружает едой. Едой. Вот она тебе говорит сладостями. Прежде всего, это углеводы, да. Я говорил не о диабете, просто смеюсь над этим диабетом, я называю двойной обет. Я обет даже не беру, это не причина. Первое, обжорство. Второе, лень матушка, лишняя не переработает, не перепотеет. Где-то там бухгалтером, где-то устроился, одна у нас, а я бы хотела работать. А что хотите? Ну, не пыльная, что была, не мокрая работа, не тяжелая, где-нибудь, ну, квиточки выдавать. Было раньше такое, где-то на проходе, или где-то там, кино. Вот такую работу делать. Да как же работа? Второе, лень матушка. Третье, много спанье. Среди дня прихожу, сонные глаза выходят два раза, стучу три, это, как правило, уже разбухшее. Вы знаете, сколько лишнего бывает? Я с одним человеком разговаривал, я ему помогал дома, у него лишних 105 килограмм. Лишних, не его, это священнослужитель. И переходит перед народом, я все время думал, ну, кто бы подсказал, что, ну, нельзя выходить, а люди выходят, дальше обсуждают и говорят. И в интернете они такие стоят. Вот такая вот, говорится, вепку, вепку, в пизаномию они входят. И четвертое, беспечность. И мутрин трава, он никогда не взволнуется, ничего. Я сегодня сказал, у нас маленькая девочка повредилась. Я ничего не могу сделать, а ночью стою, раньше ее не было. Каждую ночь на молитве о ней вспоминаю. Вон, мама стоит в углу. Я сказал, ты ей скажи, чтобы она обо мне молилась. Она мне не выходит нигде. И молится легко, и на каждой молитве. Это перед Богом. Вот четыре качества. Весы рядом. Твоему сыну это нужно. У него лишнего веса в два раза больше. Так? Так. Вот, начинайте от этого. А кто? Баба кормит. Ешь больше, спи дольше. Все. Главный лозунг. Это первое. У меня сегодня необычный день. Ответ Божий на удивительный, удивительный ответ Божий на молитву, на которую не всегда Бог отвечает. Почему? Потому что, чтобы ответить, тот должен изменить отношения. И в этом замешан я. Самый лютый враг появился. Самые большие клеветы в интернете против меня. Там, против общины, против всего. Вы все зазомбированные, вы такие. И выступают где там, его приглашают, он голосом только одним говорит. И специально, специально в миссионерской какая-то студии, там, благовест. Вы можете догадаться, о ком говорю, я не хочу произносить даже. Когда громил у нас Роспотребнадзор в прошлом году, он сразу же встрял. Наконец-то добрались до этого упыря. Хоть бы задавили там и прочее. И при том верующий. Притом хочет, видимо, быть священником. И не, где бы ни было, что бы про нас не было плохо, он обязательно туда втешится, втешится. И по-другому он не может. И вдруг мне сегодня близкий мне человек, весьма близкий, Сергей Козлов, парализованный, и говорит, этот человек, он на него вышел, и просит со мной встречи, покаяние принести перед всем народом, открытое под запись. Я вздрогнул даже. Это что же, Господи, я такого не встречал. Обычно бывает, вот здесь у нас была, вот Таня Новикова, ее нету. В книге, для Слова Божия, нет уз, про нее говорится, она про меня говорит. Я, ну, говорит отрицательно, вот книгу покажи. Ну, она Лензина была, теперь она Новикова. И она пришла, вот где Галя сидит, с Маргаритой, она тут сидела, на занятиях, просила прощения и плакала. Она ухватилась, до меня не отпускает. А прошло немало, больше 30 лет. Я ничего, говорит, не знал, это родители виноваты, это они. Они меня, и теперь она приняла крещение, и, видите как, такое было, но чтобы вот такое, чтобы он выступал открыто, в интернете, на много аудитории, и вдруг, я сказал, что только под запись, и чтобы присутствовал, то есть трое были в интернете, Сергей был. Дух миротворчества, у парализованного, я тоже встречаю впервые, мне Бог дал бы счастье видеть труды Духа Святого. Его побудил выйти на него, а я с распростертыми объятиями, я не знаю, как все сказать, ну помолите, чтобы на сегодня вроде бы встреча будет, и чтобы сатана не перехватил инициативу, потому что там сказано было страшно много, с такой ненавистью. Но у Бога-то все меняется, и поэтому я на него ничего не имею, только молюсь каждый день, прости Господи, и не вмини в судный день этого безумия ему, и открой его глаза. Скольким людям он скользко делает дорогу? Это второе. Не делайте догадок, просто молитесь. Начинает кто да что да. Не надо, это любопытнейший где-то. Так, третий вопрос. Вы знаете, что в прошлом году мы закрыли лагерь, и я не начальник лагеря. Но дети будут. На следующий день, это было 18 июля, приехала полиция, дети бежали, а 19-го общее собрание деревенское, я все объяснил и сказал, детьми будем заниматься. И переходим в иной формат. Нужно приобретать несколько домов, живущие там люди, приглашают к себе в гости, а они бьют, что кто готовит, и где спят. Два вопроса. А где отдыхают, это их не касается. И поэтому нам нужны работники, там быть. С девочками, чтобы женщина была, с мужчинами мужчина спать. Вы подумайте об этом. Заезд будет где-то, как всегда, 10-го примерно июня, день моего рождения, сам как раз заезжают все лагеря, какие есть. Ну вот нынче так будет. И мы приобрели уже не два дома, а четыре. Это очень для нас, когда ничего нигде нету, но внезапно Бог дает людей, которые помогли сделать. Сделали, там все заросшее было, знаю, где Павлов дом, тут где Калашников, все мы это разобрали, построили, что могли, там перекрыли крышу, и к столбам уже приезжала команда какая с электричеством, подвели, теперь только вовнутрь. Как это все будет, еще до конца не ясно. Четверь буду называть конкретно. Нина Александровна, вы как-то сказали, что знаете, вот кухонный комбайн, или как назвать, какой-то хороший. Вы на нее выйдете, советы все вместе объедините, и дайте мне знать, нам нужно три или четыре этих комбайна купить, в этих домах, чтобы готовили, это отдельно, а занятия будут идти, прогулки, ягоды, дети будут сыграть, и будут ходить. К этому претензий нет. Ну, естественно, что все должно быть чисто, ну, как должно быть, значит, к Нине Александровне, причем она первая дала этот совет, и поэтому я всегда делаю так, даешь совет, начинаю выполнять. Образуй вокруг себя. Так, дети здесь, слушайте внимательные, ребятишки. Теперь будет по-другому. Двери закрываются, плотно, это не кель, то есть, а там мы сделаем музей. Я передал имущество все деревне, теперь даже что-то нам надо взять, зайти туда, мы будем спрашивать разрешение деревенской общины. Почему? А я знаю, что враг будет покушать настроение, и бить через меня. В прошлом году они не выиграли процесс, а чтобы Роспотребнадзор не выигрывал, практически они не знают. На их стороне суды, прокуратура, полиция, все на их стороне. И вдруг не сработало. Конечно, бог, но большую роль сыграл и брат наш Себастьян. Он с отличием кончил юридический факультет, и работал как следователь по особо важным государственным преступлениям Крайовой прокуратуры. Вы знаете его. Ему бог положил на сердце, что сказать. Не можем только найти, кто ввел это, чтобы я ее отблагодарил судью, чтобы с ней сойти, с ней. А книги не считаются за взятку. Я тоже раньше не знал. За взятку все может идти. Ремешок вот такой вот подарю, взятка, а книги не входят. Вот умно же составил этот закон. Далее. Копали траншею. У нас там есть лог один и большая плотина. Ее весной, чтобы не прорывало, первые жители, а рядом второй лог. Они сделали на сваях мост, и оттуда естественный ложок, его докопали, и оттуда вода, когда доходит до нужного уровня, она стекает в этот, а там ни моста, ничего нету, а только плотина. Ну, насыпь идет. И эту насыпь мы восстановили в прошлом году. Там большой прорыв был. Ну, а теперь такой снег заболело все, вода уже поднимает кверху, а идти-то ей некуда. И эту траншею, этот лог, наши прокопали. Вся деревня там была. 250 с лишним метров, глубина 2,5 больше метра. Это все в интернете стоят в ролике, если там видел, посмотрите. И еще радостное. У нас есть там человек, который нигде не участвует, никогда заперся, не показывает. И вдруг говорят, он был, и даже дочка приходила, помогала. Это ответ на молитву. Приходил и копал. Почему? Потому что рыбу любят ловить, а то будет еще более глубокое озеро. Мы в прошлом году не могли закончить, с аватар не нашли драглайн. Мы бы все сделали. И теперь я даже не заботюсь о том, что если прорвет, обильный, ну, конечно, снегу много было, то снова нанимать придется бульдозер. И теперь все это укреплять с ними. Заранее уже готовлю, чтобы где достать денег и прочее. А это он-то работал, допустим, три часа. Три часа умножай на полторы тысячи. Каждый час полторы тысячи. И вот он уже три года работает, и три года я так плачу. И уходит ни худо, ни бедно. По запрошлому году полмиллиона отдал. И дорогу восстановили, проезжать можно, и щебень, и песок все закупать. Все очень дорогое. А ничего нету. Но есть один великий бог, имя ему Иегова. И сын его Иисус Христос и Дух Святой. И они помогают. Господь помогает. Значит, смотрите, чтобы не забыть, о чем я говорил. У нас машина. Поднимите руки. Кто на машинах сегодня? Одна ушла. Так. Мне просьба. Ни одного человека не оставляйте, кого бы не посадили в машину до проспекта. Настолько все это, понимаете, скользко и может упасть. Тем более, подтаивание, как масло намазанное. Воробей садится и юзом на хвосте ползет. Я посмотрю, на него интересно. Так. Братья, воспользуйтесь тем, что вам Бог дал машины. Большой вопрос у меня в интернете. Сейчас просто борьба начинается. О десятине. Десятую часть пенсии, десятую часть заработка. Человек обязан прийти и отдать кому-то священству. А почему это в Ветхом Завете, в Новом Завете нет этого? В Новом Завете нет этого, правильно. А почему нет? Да потому что Господу, когда говорили, Он говорит, смяты, новую милость оставили, но и того не оставляйте. Того-то, Он сказал, не оставляйте, а не бросайте. А в Новом Завете платили десять десятин. Продавали имение и к ногам апостолов положили. Вот. Но это быстро кончилось. А три десятины, это Тавита, книга Тавита, первая глава, шестой, восьмой стих, запомните. Я, говорит, одну десятину отдавал, как говорится, священству, другую приносил в храм, у нас там ящик висит, на нужды церковные, на какие-то, и третья на милостыню отдавал, кому должно, как мать моя Девора заповедала мне. Учитесь, и Господь говорит, у вас все будет благословенно. Я говорю, ты против десятины, но в Ветхом Завете ты признаешь ее? Признаешь. А почему ты там признаешь ее? Есть одна фраза, в которой ни один вор не может перелезть. И Господь говорит, вы обкрадываете меня. Вот эти книги, они мои. Обкрадывают меня. Но если ты книги не издавал, ты не платил за них, то обкрадывать ты скажешь, опять же укажешь на меня. А тебя они не обкрадывают. Они воруют, наворуют мое. И Бог говорит, меня обкрадывайте. Десятина нам не принадлежит, она Божья. А почему? И он зато взговорит, так. Почему вы Бога не берете в соработники? Ну, если Бог помогает, ну, мы двое работали, наверное, делятся как-то, что не пополам, ну, хоть сколько-то, дайте Богу-то. Господь говорит, посетили, навестили, меня навестили. Это другое. Теперь, а что Бог дает? Я просто объясняю. Скажи, ты родился сам? Ну, нет, отец с матерью. А мать говорит, я не знаю, как ты в утробе созидался. Бог там натягивал сухожилия, кровеносные сосуды, глазки у тебя все будет. Кто делал? Бог. Ты обязан Богу на сто процентов. Что мать не умерла в родах, ты живой, тебя вырастили миллионы разных микробов. Это сейчас заслуга. Божья. А он тут и кожу, там и разная слизь дал, чтобы задержать это как-то на подходе еще. Кто? Бог. Теперь, ты ходить научился. Кто? Бог. Теперь, то, что ты носишь, кто это дал? Бог. Земля, на которой ты ходишь и крутится земной шар, кто сделал? Бог. Я дивно устроен, 138-й целом говорит. И Давид это осознает. Славьте луна, славьте звезды. Почему? Все от Бога. И то, что я вижу от Бога. И что воздух от Бога. И питание от Бога. И что желание трудиться дал. И руки сгибаются, чтобы что-то взять, поднять, написать, перевернуть. Все Божье. Почему же ты Бога-то не берешь? Он в Верхнем Завете тоже был Бог. И так же все были обязаны ему. И в новом. Тут толковать вообще ничего не надо. Кто против? Воры. Вор это грабитель. Вор это разбойник. Это пристанище ворам сделали люди. Почему? Если нет десятины, обязательно торговля. Десятина божественная. А торговля? Это старого языческого Бога Меркурия. Бог торговли. У него крылышки на ногах рисовали. Он быстро летает везде. С вещи продать. Отсвещает сегодня прибыль 1500%. Вот это выставили. Когда 100% выгода, что-то я сделал, книга обошлась, мне допустим, тысячу рублей. А я за две продаю. У меня уже оживление. Мне интересно сбыть. Две. Вот тогда уже, человек во все глаза смотрит. А Кармарс пишет. Он капитал писал. Но если 400% нет того страха, чтобы даже под страхом веселиться, если ты будешь брать столько, чтобы капитал не пошел на это. Он говорит. 400% выгода. Они разные подделки будут делать. Юкосы не платить. Там Ходоровские. Они все делают лебеди, подсидят, но зато выйду, у меня миллиарды с собой. А тут 1500%. Сколько веселись? 4 веселись он перешагнул. В церкви. В Меркурии. Это дом мой, Бог говорит. И дом должен питаться. Десятина. У нас была бабушка одна здесь. И она не платила. Я узнал, не платит. А почему я должна платить? Ну не почему. Во-первых, это не твое. Бог говорит, меня обкрадываете. Верните мое мне. А во-вторых, ты же здесь в тепле находишься. Священник тебя исповедует. Ну да. Ну а почему дальше ты не рассуждаешь? Дальше и говорить не о чем. И торговли нет. У нас торговли с тарелкой не ходят. У нас ничего нет. Теперь я ее вижу. Она сразу ушла. Это Анна Кузьминична. Знакомая была. Александра тогда была такая худенькая старушка. Я говорю, в городе она в брюхах 70 с лишним лет и накрашенная. Вот и все. За десятины многое стоит. Это благословение. Первое благословение никогда не клянись всеми Авраамов. Евреев не трожь. И последнее книга Малахия. Принеси десятины. Бог говорит, не открою ли я небо для вас, когда у вас будет все в сто крат больше. Выражай в 30-60 во сто крат. Я понятно говорю? Я хотел спросить, у нас есть ли кто-то, кто не платит десятину? Вот видите, как Бог сделал. Это не мое. А десятины я ни рубля не беру. Мой батюшка, брат родной наш, он живет намного богаче меня. У него около 100 лет, у меня голуби. Больше у меня ничего нет. Это как бы ни Игорь Барабаш, у меня бы этого не было. Но каждый год, вот январь, я сразу высчитываю с пенсии, за год вперед ему отдаю в руки. Почему? Это мне нужно благословение от Бога, не ему. А тут у него работает Володя, он платит за кочегары, привозят, уголь покупают. Батюшка не пропивает никуда. И вы знаете, это нас Бог так наградил. Когда, удивляюсь, меня спрашивают, надо бы знали хоть одного епископа, чтобы не давил вот так, едет, дальше дай, дай, дай. Я говорю, знаю. В наше время. Да нет таких. Они буквально душат этих. Если не дает, сколько его убирают, другого ставят. В интернете выходит, в Красноярском крае сейчас один. Я, говорит, храм построил. Я занимаюсь с людьми, но выплатить не могу. Платили, допустим, 10 тысяч, а сейчас сразу в 4 раза больше. Где я возьму? Машину продать? У меня жена, дети. И вот сразу на другой переход и все. А на это место его суплемянника, говорит, ставит сейчас только материал пришел. У нас этого нет. Я такого епископа знал, который не брал. Курочкин, епископ Евтихий. И Бог дал нам счастье знать этого человека. У него носков не было. Это бессеребреник в подлинном, в настоящем смысле. И молитель за него всегда. Я другое не беру, там многое не знаю, но это я абсолютно точно знаю. Батюшка, конечно, ездил не с пустыми руками, но чтобы он где-то хоть рубль попросил, никогда не было. Так. Вот у нас, где Виктор Андреевич стоит, там написано к вещам, на, на, которые вверху, и В внутри не прикасаться. Вы слышали это? Потому что перехожу, ножницы нету, ручки лежат, подписывать посылки нету, не прикасаться. Ну, конечно, там еды не ставят, но в прошлый раз тут тыква была, и нам кто-то отдельно принес, я положил туда, кончилось, подошел, ничего нету. Я хорошо рассказал о тыкве, как она полезна, и кто-то, видимо, подмел. Я просто на будущее говорю. Я не один, нас несколько, четыре человека здесь, и там две половиночки лежали. Ну, уплыло нету. Так, про работников в лагерь я сказал. Мне пришла мысль такая, вот когда Авраам говорил, и с Богом торговался, что в Содоме, а пятьдесят, какая величина этих городов была? Допустим, он думал десяти, хотя бы десятая часть людей-то Богу, нету пятидесяти. Ну, а сколько их было? Если в десять, то пятьсот. Если в сто раз меньше взял, одну сотую, значит, пять тысяч, может быть, пятьдесят тысяч, тогда только одну тысячу он брал. Он спросил о пятидесяти, но и этого нету. И, наконец, дошел до десяти, и Бог не стал отмечать. И десять-то нету. И все будет сожжено. А сегодня, так называемое секс-меньшинство, которые гей-парады идут, они подготавливают всю землю не под потоп, а под огонь. Бог их будет выжигать, а вместе с теми, кто рядом. Надо молиться, чтобы эта беда обошла нас, что рядом не было. По милости Божией, российский президент Российской Федерации был за границей, Владимир Владимирович Путин. И ему сказали, вот как в Европе делают, ну что так не делают. У нас, говорят, и так мало рожают. А мужик на мужике будет жениться, что прибудет-то? И он там так ответил, и на этом все больше закончили. То есть он не везде прогибается перед ними. Да можно сказать, может, дай Бог, чтобы этого не было нигде. Дальше. Сегодня подъявил, подходите к причастию, руки вот так складываете. Не вот так, красопорше, а как ты молишься? Двуперстно или троеперстно? И вот так пальцы здесь сложи, три или два перста. Вот так перекрест, правая рука должна быть сверху. Ну, на плечи что было? Где у тебя плечи? Это вот так вот стоит, идет. Это внешнее, конечно, но это от расположения внутреннего. У нас порядок-то установлен, но чтобы за этим тоже смотрели. В эту среду будет самое длинное богослужение вечером. Во сколько назначили? Пол шестого? Ну да, прежняя-то была у нас пол шестого. Пол шестого было. У меня очень большая просьба, кто ни разу не был даже, приходите, это самое длинное. Канон Андрея Критска полностью весь будет считаться. Множить что-то и ухватить через это. Теперь, кого у нас вот бывает здесь были, а их нет. Вот, Загуляева гнезда были, они батюшку повезли и все встали и ушли. Почему? Ну, машина уходит. И правильно сделали. Но вы им передайте, о чем шла речь. О чем здесь на собрании-то мы говорили? Чтобы они не были, говорится, в стороне где-то. Дальше. Вот идут люди строем и один сзади все время отстает. Что с ним делать? Ну, не отстает. Мы идем по ягодам. Идут, обернусь, опять отстают. Я тогда сказал, кто, три шага это можно. Четвертый шаг, от четырех отнять, три это твои законы, один остается. Один горячий будет. Я сорвал, трава там у меня есть такая, болиголов или что, называю, идейное воспитание. Я его дерну. Скажи, ты подтянулись и только один отстал. Один отстал, я вижу он дальше. Мне надо его, пример показать, что не делает так. Я, стоп, все заберли. И он стоит. Саша, а он примерно вот от этой стены, он для него. Ну, мальчишка-то такой долговязый, как кузнечик. Ну, тут-то я, шагов пять. Вот, что за три шага у тебя лишнее будет, накажу. Он зажмется, прыгнул, тройной прыжок делает, и лежу, стоит рядом. Я никогда такого не видал. Он как по воздуху пролетел. Но больше уже дети никогда не отставали. Ну, вот, если строй этот повернуть на обратном направлении, идти, то, заметьте, он отставший будет самый первый, вырвался даже дальше. Вот, у нас сейчас такое сложилось положение с одним человеком. У него болезнь нигилизм. Знаете, старое поколение, что это? Отцы и дети. То есть, все отрицать. Если не понимаю, ученые, отрицать. Это не просто так. Это дух лжи. Вошел дух лжи. И о чем бы ни говорил, везде противление. И ничего нельзя сделать. Я начинаю молиться и прошу вас всех помочь. Вы знаете о ком. Если не знаете, спросите. Не хочу назвать имена. Нет того дела, по которому я был бы спор. Ну, доказывать, что у нас был здесь уже спор, что земля плоская, вот как тарелка. Никакого земного шара, нет. Люди в космос. А никого там не было. Ну, 250 было со всеми вместе во всем мире. Не было. Это все масоны обманывают. Ну, на Луну летали. Да никто не летал. Это все обман. Ну, ученые. Ученые, как и обязательно с лжецами. Вот, стерликов такой он, баламут. Награбил денег, а теперь везде мутит. Московская патриархия вся безблагодатная в ереси. Он должен понять, что это община. Он должен прийти к этому. Он обязательно выпадет из этого. Он должен слушать. Дальше там Славик Крашенинников там говорит, что там под землей живут динозавры, и они выйдут, нас терзать будут. И он это верит. Притом, нет того, чтобы где-то была ложь, и он не верил. Я нынче узнал, как это доказать. Ну, а ты это не веришь, твое дело. Но я практически тебе докажу, что земля круглая. Я практически нашел метод. А какой? Очень простой. Нам нужна абсолютно идеальная ровная поверхность, чтобы хотя бы 10 километров было. Посередке встать, и надо побольше, 12 хотя бы. Но абсолютно ровная поверхность на земле бывает только там, где вода застывает, когда не было ветра. Абсолютно ровная. И такое озеро только одно, Байкал. И я ему здесь прямо сказал, прямо здесь вот было, я говорю, едем на Байкал. Я тебе сейчас докажу. Рамку делаем 2 на 2 метра, высотой рамки допустим 10 сантиметров, и все, и обтягиваем рамку красным материалом. Приедем, наймем машину, отойдем 6 километров от берега, и ты возьмешь фонарик, днем и ночью будем проверять это дело. 4,8 километра. 4,8, запомните. Ты ее видишь. 4,900, ее уже не видно. Передвигаешь, нету. Почему? Ну, земля-то, она выпуклая, и она за бугром не видать. Теперь, если ты здесь на табуретку встанешь, теперь опять ее видать. Ну, тут доказать даже ничего нет. Ну, нарисуй, как это будет выглядеть. Я показываю. Корабли идут, корабли уже исчезли, а мачты все еще видать, и мачты уменьшаются. Куда они делись? Ну, это далеко не видать. Как? Корабля не видать, а мачты одна палка видать. Да как это? Наоборот, корабля, корабль видать. Никаких доводов не принимают. Это дух лжи. Помолиться надо, и ничего нельзя сделать. Я несколько роликов составил, помолился, и на этой неделе будут разгромные ролики. Там по Теряевке беседовали Виктор Николаевич, Никита снимал, он знает. Мы ничего не добавляем. Я очень скорблю, и человек хороший может все делать, и моя душа просто слепилась с ним. И мне терять его ужасно. Но он сказал слова, которым не дают ему удержаться. Да чтобы я по Теряевке уехал, да я с зубами буду держаться. А я уже знаю, кто так говорил, ни одного нет. Вот что, как будто какой приговор. Говорит-то хорошие слова, но, видимо, сатана чувствует. Но где есть вот эта ложь, там и дьявол, человекоубийца и ложь. С этим грехом рядом идет убийство. Во гневе или как-то. Это не обман какой-то говорю. Игорь, ты понимаешь, ты говорил, ты был, доказывал здесь. Ну и все. И вот те, которые идут, отстают во всем, если повернуть в другом направлении, они будут. И обвинение всех, которые понимают не так, как они. Там большие-большие вопросы. Помолиться, о чем надо. И вот смотрите, борьба с сатаной, какое оружие? Вот две руки. В одной пост, в другой молитва. Кто сказал? Иисус Христос. Ну а можно ли это отвернуть и бороться с сатаной? Феофан Затворник говорит, пока никому не удалось еще. Надо смирить вот эту вот плоть, а молитва, душа тогда возносится. Пост и молитва. И сатана подошел к этому так, притом ничего не мог сделать, на деле-то. Он подошел через монахов, и не через простых, а руководителей монастырей. Я нигде это не считал, сам дошел. Ну не сам, Бог открыл. Как? Они говорят, послушание Авве дороже поста и молитвы. Послушание начальнику монастыря дороже поста и молитвы. Кто может против поста и молитвы, когда это грозное оружие, сатана трепещет? Он что угодно поставит туда, но только что поста и молитвы не было. И я это сказал в проповеди в Тбилиси, позапрошлом году. Какой отзыв-то был монахи, как они там забунтовали, говорит, мне уже сообщает наш хороший знакомый где-то. Запомните, против поста и молитвы может бороться только тот, кто испытал силу его, как его били этим оружием. Того, чтобы крест не носили, креста не было. Те, кто побежден, сатана борется. Сними крест, а галстук навешай. Это сатана. И поэтому после молитвы и среду у нас здесь будет полное богослужение Андрея Крестского. Ему у нас считается на три ступени. Первое, третье сейчас легко теперь отделять. Покаяние, второе, благодарение и третье, словословие. Вот такое дело. Я почти каждый день ребятам своим показываю, что где, как будто готовились уйти, чтобы знали, где что лежит и что дальше делать. Я заботюсь сейчас о лете. Между собой кто-то поговорите. Возьмите на себя. Даже не совсем здоровое может быть у нас. Ты скажешь, а я не могу с детьми вместе ночевать. Можешь? Ну, может, реально притапывать, там что-то делать и прочее. Подумайте. Другого момента может никогда не быть у вас. Спрашивают некоторые, а можно я приду, но я не могу все поклоны делать. Да кто же вас заставляет все поклоны делать, если ты не можешь? Главное присутствие. Здесь присутствие и душа молится вместе со всеми. Вот это и главное. Я тоже не могу поклоны делать. Только три сделаю, и я на каждом отступене по три. Больше не могу. Позвоночник, после операции у меня просто меня заклинивает, я не могу распрямиться. Я предупреждаю, чтобы не думали, что я не хочу молиться. Тамарин, вовсе не закланяться даже. Да, операция глаза. Я хочу поделиться радостью. Брат Андрей Головач сегодня причастник святых тайн. И я смотрю на него, он сидит, у него глаза светятся, а до этого вот так вот сидел, вот так вот и он еще порадовался перед тем, я ведь 5 килограмм сбросил. вот это личное доказательство, что бесы, вот они гнездятся вот в этом череве-то. А сколько лет ты стоял в коридоре, Андрюш? Три года, четыре даже. Три, четыре года. Учителя, я и Сережа. Прошлое нас тебе говорило, ты думай, думай. Вот у нас есть кто-то не прещается. Василий, время уходит. Иди к батюшке наисповать, обязательно. Будешь допущен, не допустишь, не допустишь. Но ты главное, что, Виктор Андреевич, твой подопечный. Бери за руку и стой, когда я буду заходить в комнату и к батюшке наисповать. То есть вот этот дух скорченности, вот которая, женщина скорченная, которую Христос в субботу исцелил, вот сегодня произошло вот такое чудесное исцеление. Порадуйтесь. Аллилуйя! 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 Докально Аллилуйя! Скажут, сектанты собрались, сектанты собрались, слава тебе Боже, добавили. Еще? Может быть, вы слышали, что, в новостях я слушала, что свидетели Иеговы запретили в России. Как экстремистская организация, они ими. Официально. Сейчас закон-то это вышел. Да. Так, позвольте скажу. Да, да, да. понимаете, что вот государство приняло такое. А что означает? Их сажать будут. Как сажать? Очень просто. Нарушение закона. А вы как думали? Всех, что ли? Всех, до одного посадил Адольф Гитлер. Фамилия Шикельгрубер. И вот у него было евреев уничтожал, цыган и бибельфоршеров. Это вот они как раз, яговисты. Исследователи библии. Бибельфоршеры. Исследователи библии. И самый малый процент гибели был только у них. Дальше. Сталин поставил задачу. Я сидел с двумя. Гончар и Буряк. Фамилии их такие. Станция Мерке какая-то там. Хорошие ребята. Но один из них уже не выдержал. По помойкам ходил и курить начал. Тоже разные бывают. Хорошие ребята. Мастеровые. Они заранее идут, знают, три года отсидеть. А у нас в семье все сидели. Бабушка сидела и дедушка. Их этим не пронять. Они верят. Верят неправильно, но верят, что они верят правильно. И то, что закон приняли, это только что в тюрьме лишнее будут. Но они пойдут еще более ревностно. Значит, где-то близко Югова скоро придет. Надо идти. Идти. Так что, если кто от них страдал, не радуйтесь. Теперь вместо двух-трое придут к вам. К нам вот сюда приходили. Они начали искать у нас глухонемым. У вас есть такие? Я говорю, есть. Но дальше я с ними тут беседую. Там полчаса, второй, они так и стоят здесь. Бабка одна на меня вышла здесь. А вы хотели Библию изучать? Очень даже хотел бы. Ну и дальше говорю, где. И она не знает, как вырваться. А потом я выступил и похвалил. Вот какая. Вот 84 года, которая писала оттуда. Инвалид второй группы по зрению. И она написала только в письме, кажется, 72 ссылки на Библию сделала. И говорит, дед-то у меня совсем не верующий. Сатана. И внук-то ко мне был расположен, а дед его прельстил. Дед, она на молитву надо не становится. И к деду ходят там в пивохе. Так я им кроме капусты ничего не стало давать, они перестали ходить. Она работает 84 года. Я послал книгу к истинному православию. На нее как на смели эти яговисты-то. И она говорит, сжечь, сжечь. Она говорит, как сожгу подарок. Не знаю, чем это кончилось в ней. То есть они как огня боятся бесед. Запомните это. И поэтому они гнать надо. При мне звонили отец Николай Войтович. Догоните их в шею их. Этому Дмитрию Смирнову, правая рука патриархи Кирилла. Такие-то. А что вы смотрите на них? Доберите кирпичи и добейте все окна. И он говорит, папа-то арестовывать надо прямо в студии. Какой это закон позволяет? Это не экстремизм. С ними бороться можно только одним оружием любовь. И показать такую любовь, чтобы они увидели, что православным настоящим быть намного лучше и спасительнее. Научитесь воевать и с евреями, и с мусульманами, со всеми воевать, где грех царствует. А как? Любовь. Такую любовь покажите в своей жизни, потому что дела наши впереди нас идут, чтобы они услышали. Вот Володя только ехал, вот, какого дня три назад, и там, где Игорь Дебунов, там рядом мечеть у них. И молодежь, ну, все бриты. А почему бороды бреете? Ну, у нас с 12 лет брить нельзя. А вы-то почему? Ну, чтобы нас не поносили, чтобы ахабиты. То есть, лукавят тоже. А кто последний пророк? У них главный вопрос. Кто последний пророк? Да в Библии, нох или я. Нет. Чтобы мы сказали, кого они считают за основателя религии. Вы знаете, о чем говорить? Сразу начинайте Евангелие. Я не Данил Сысоев. Не буду разбирать. Вот, подними книгу зеленую. У них зеленый свет центральный. Главное, у них пятница. Свет за ним идет еврейская суббота, а мы воскресенье. Они этого не знают даже. Вот книга. 752 страницы. Я разбираю весь Коран по сурам, аятам, стихи, главы на сравнении с Библией. Да. Я, между прочим, сказал, когда визитку подал, сказал, что есть у нас вот открытый окон в 18-м. Там как раз группа Коран с Библией, сравнение идет. Они такие, а нам это запрещено делать. Тут как-то городская администрация собрала религиозных деятелей. Ну, чтобы не было экстремизма, то другое. И мне пришлось на первой скамейке сидеть. И вот выходит с имамом, еще кто был, какое его звание, я не узнал. Но видно, что он был растерженный. А тут городская администрация, все это у нас мирно. А вы знаете, нет, такое. Ему сказали, а кто это, где? А он на меня, вот он сидит в первом ряду, на меня вот так вот показывает. И сразу назначили экспертизу, краевой администрации мне все сообщили. У меня там помощник губернатора рядом. И что? Говорит, ничего не нашли нигде. То есть он не понимает. Я наоборот говорю, во многом поучиться надо, как они заботятся о молодежи, о девушках. У них что без платка где-то бегало, они понятия не имеют. И чтобы как он усоробрялся, полголовы открытого так вот, он не закрытый, вот, сестра, купи хиджаб. У них отец на этом наставит, мать, братья, у нас только церковь, они сейчас выйдут и без платков пошли. Об этом, шайхи говорят, об этом говорит, мой дзин кричит. У нас нигде этого нет. И чтобы все до одного кадеты, как наши, вот они идут наши тут, а тут туркмены работают, узбеки, так они, наши сестры идут, наши сестры идут. Я говорю, не ваши, они православные, они не верят в это даже. И поэтому, мы даже все смотреть и на внешнее, оно идет от внутреннего. Братья и сестры, Господь подобил меня общаться с человеком, он врач, по профессии, много пережил в личной жизни и по профессии. Я уже упоминал о нем, имя его Владислав, у него сложное происхождение, и с одной стороны иудейская линия, с другой стороны мусульманская, в одном человеке. К тому же, он еще и православит тяготея, как бы. Так что, у него в одном, он носит, как он говорит, амулеты, у него есть амулеты иудейские, исламские, и крест есть, все вместе. Так что, вот и коммунизм в одном человеке. Помолитесь, чтобы Господь мне дал разумение, как мне с ним вот вести беседу. беседы в интернете, в e-mail, в почте. Я пытаюсь с него, так сказать, он не отрицает, он прислушивается, но, естественно, ему сложно, очень сложно. Еще у кого есть, да? Ага, Егор, можно еще продолжить немножко. Я возвращалась из Барнаула домой, в клочки, где я ныне живу, и в автобусе до Павловска я ехала с иеговисткой. И когда у нас с ней, конечно, завязалась беседа, и вот самое главное, что она сказала, говорит, ну где вас православных погнали? Вас гонят, а вот нас гонят, вас не гонят нигде. Так вот, сегодняшнее, вот то, что объявили, что их вне закона, вот как раз это им во благо, я так вот сейчас сижу и думаю, они как раз это поймут, что они, именно они только, вот они только на правильном пути, потому что их везде гонят. А когда я ей сказала, ну как, и нас тоже гонят православных, не верю, ну я вот перед вами сижу. А где, ну как на благовестие, как идешь, на благовестие много, часто приходилось встречаться с тем, что гонят, и даже однажды меня вот так вот из-за ворота выбросили, выгнали. Я иду, слава Богу, вот тут меня выгнали. А теперь я говорю, так я уже скоро два года стою возле храма, меня даже в храм не пускают, православный храм меня туда не пускают. Я тоже гонимая. Так я что, должна стать эголисткой? Вот как. У них это им во благо даже, что их гонят. Это их вера такая. Блаженны вы, когда будете гонимы, говорит Господь. За имя мое. За имя Иеговы. За имя Иеговы. Истинного Иеговы. Истинного Иеговы, да. Еще у кого есть слово, завершаем. Но, правда, сегодня вечером-то будет? Да. Занятия? Занятия и днем, и вечером. Среда, пятница? Среда, пятница, воскресенье. А в среду не будет, а вот сегодня будет. Сегодня, сегодня пятницу, значит. Шесть часов. А сейчас песнопение, трапеза и духовная трапеза. Занятия. Извешивание. Достойно есть якова истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слова родшую, сучую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия и наплеменников, от внутренних распори, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло, просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Ава, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Некоторые не остаются никогда на занятии. Вы сами решите, почему. Мы всегда молитву заканчиваем возлеянием рук, к чему призывает Господь. Эта молитва не больше одной минуты. Внимание. Мы сейчас помолимся, еще сердце расположено, поднимите руки и помолитесь, потому что это говорит житие святых, житие святой Агафьи, всегда поднимали руки. Милостивый Господь, услыши нашу молитву и прими воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом, благодати Твоей, Господи. и соедини молитву и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, молитву всех молящихся о нас во благо нам и прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Во славу Божию. Многое лето нашим дорогим именникам Людмила, Татьяна и Ника. Пожелаем вам многое лето. Многое лето, 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 Многое лето успешной борьбы со грехом. А кто записывать будет? Ну вон, говорит, под запись надо.